Галине Григорьевне и Юрию Андреевичу послыхали нам под 90. Дата рождения 1933 и 1932 годы соответственно. Вопрос, привиться или нет, перед ними не стоял. В свои годы они ведут активный образ жизни и очень много общаются. Не было заболеваний? Да вроде не было. С утра, конечно, энергии больше, а к вечеру меньше. Перед прививкой обязательное собеседование с врачом. Он и о болезнях расспросит, и даст рекомендации, что нужно и не нужно делать после прививки. Внуки, дети, все ходят к нам, ну чтобы мы чувствовали себя хорошо. А потом я в соц. отдел хожу, и там с людьми тоже встречаюсь, в библиотеке встречаюсь, со всеми встречаюсь. Если выясняется, что никаких противопоказаний нет, врач дает направление на вакцинацию. Как выясняется, наши герои к такой процедуре привычные. Мы делали укол, прививки по вопросу гриппа каждый год. И вы знаете, как помогали эти врачи нам, ни разу не болели. Вот так. Это очень хорошо. И сегодня тоже так пошли, чтобы не болеть. Сегодня врачи в Развилковской амбулатории работают в авральном режиме. Слишком много желающих собралось пройти процедуру вакцинации. Записалась на 9, а здесь вот народу много. А то сейчас идешь на улицу гулять или в магазины. Люди же разные все, болеют. А зачем мне это надо-то? Поэтому я не хочу заболеть. Параллельно медики выезжают по адресам, чтобы вакцинировать тех, кому в силу возраста или проблем со здоровьем трудно дойти до амбулатории. Здравствуйте. Мы на вакцинацию. Леонид Александрович и Тамара Кузьминична-Усольцевы тоже родом из 30-х годов прошлого века. Дома у пациентов процесс вакцинации полностью повторяет амбулаторный. Беседа с врачом, затем прививка. 97 сатурации, нормальная. Не будете снимать? Число заявок от тех, кто хочет вакцинироваться на дому, также возросло. В прошлый раз врачи посетили 4 адреса. В этот раз нужно объехать уже 6 квартир. Кстати, для 4 Усольцевых это уже второй этап вакцинации. После первого прививки, кстати, как себя чувствовали? Нормально. Очень хорошо. Никаких болезней, никаких температур, ничего не было. Медики отмечают, что жители все больше доверяют отечественной вакцине «Спутник Ви». Разница между посещаемостью первой вакцинации, которая прошла в амбулатории поселка Развилка 3 марта, и нынешней – внушительная. Первая вакцинация была 80 человек. Сегодня запланировано было 150, но уже получается, что 180. Примеров, наверное, много. Вакцинируется сейчас очень интенсивным образованием. То есть воспитателей и в тот раз было много, и сейчас много. Пенсионеры дают пример друг другу. И также вот поколение ветеранов. В ближайшее время в Развилковской амбулатории будет установлен новый современный холодильник для хранения вакцин. И тогда здесь откроется уже постоянный прививочный пункт. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.